Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в ангеле в 7.00 по GMT. Мы ждем этот релиз уже относительно скоро, поэтому мы готовимся к повышенной владельности британской валюты и что-то подсказывает мне, что под закрытие текущей торговой сессии мы будем наблюдать фунт гораздо выше текущих уровней и ближе к нашей долгосрочной цели 1.30. Пока что картина идеально складывается для покупателей рисковых инструментов, чего стоит только обновление индексом S&P 500, исторических максимумов, и мы тоже верили в то, что это неизбежно произойдет. Также после данных по инфляции в Англии мы переключимся на американскую статистику. В 15.00 по GMT это данные по уровню доверия потребителей. И также еще будут опубликованы данные по запасам нефти США от администрации антической информации. И чуть было не забыл. В 15.00 по GMT также еще будет отчет по продажам на вторичном рынке недвижимости США. Собственно, если вернуться к вчерашней торговой сессии, именно статистика по рынку недвижимости, по количеству разрешения на строительство, которая, как и прогнозировалось, оказалась неважной, стала причиной дополнительного давления на курсы американского доллара. Поэтому, если вам кажется, что сейчас те релизы, которые я назвал, не тянут на то, чтобы быть катализаторами для движения курса американского доллара, вы не правы, друзья. Сейчас рынок в таком полуликвидном состоянии перед рождественскими, новогодними праздниками. И каждый трейдер, который все же заряжен идеей того, что американский регулятор очень скоро начнет замечать экономическую политику, разумеется, с особым вниманием сейчас анализирует каждый фундаментальный отчет американского происхождения. Потому что каждый отчет – это, по сути, маленький ответ на вопрос, как ключевая процентная ставка в США, которая остается на уровне 5,5% в целом влияет на экономику. И в связи с этим те релизы, которые я назвал, будут обязательно в фокусе нашего внимания. Ну а завтра уже более крутая статистика – это годовые данные по ВВП США. Этот релиз точно внесет свою лепту в общий показатель ожиданий смягчения монетарной политики в Штатах и вероятности снижения ключевой процентной ставки, которая лично мной ожидается уже по итогам марта. Теперь по порядку. Индекс доллара – 101,78. Мы преодолели поддержку 102 пункта и теперь котируемся еще ниже. Я уже почти поверил в то, что мы за оставшиеся дни этого года сможем добраться до поддержки 100 пунктов. Идеальные условия для этого, и рынок, судя по всему, действительно тащит этот инструмент к такой психологической поддержке. Условий для того, чтобы доллар оставался под давлением, их достаточно. И они неплохо сложились с учетом фундаментальной картины. Надеюсь, что никакого другого фундамента не испортит вообще впечатление о слабом долларе из-за ожидания того, что американский регулятор снизит ключевую процентную ставку. Я уже сказал то, что вчерашний отчет по количеству разрешений на строительство в США разочаровал. Действительно, снижение на минус 2,5%, на 2,5%. И тут же можно посмотреть, как этот релиз повлиял на вероятность смягчения экономической политики. По данным инструментов FedWatch Tool, если до выхода данных по рынку недвижимости в США вероятность снижения ставки была 63%, сейчас она уже составляет 70%. Если будут негативные сюрпризы, например, от годовых данных по ВВП, а в пятницу от личных доходов, личных расходов и заказов на товары длительного пользования, может быть, эту неделю мы с вами завершим с вероятностью повышения, точнее, снижения ключевой процентной ставки уже где-то в уровне 80%. И доллар точно при таком раскладе не устоит на текущих уровнях и вынужденно отступит еще ниже. Золото в соответствии с нашими ожиданиями 2040 рост продолжается. Наши цели закрепления этого металла выше 250 и приближение к локальным отметкам 2,60-2,70. Это вполне реалистичные цели до конца этого года. Золото остается весьма болотильным инструментом и пройти несколько десятков долларов за одну торговую сессию ему ничего не стоит. Тем более на таком фундаменте, как сейчас. Основные факторы, которые поддерживают рынок драгоценных металлов, это снижение курса американского доллара и снижение доходности американских облигаций. Десятилетки сейчас торгуются на отметке 3,91%. И каждый день, когда мы наблюдаем за снижением доходности казначейских облигаций США, золото используют по максимуму эти локально появляющиеся выгоды для себя и переписывают локальные максимумы. Этим нужно пользоваться дальше, потому что если не на этом фундаменте, то на каком тогда отстраивать свои длинные позиции и веру в рынок драгоценных металлов. И, конечно же, не стоит забывать про рыночный сантимент. Почти 30-70 экстремальные уровни, о которых я говорил ранее, то есть это идеальные точки для того, чтобы принимать решение, идеальное соотношение покупателей-продавцов, чтобы делать вывод о том, что рынок пойдет против толпы. В данном случае толпа, ну, очевидно, залазит в короткие сделки. Евро против доллара 1,0970. Я думаю, вы уже точно согласитесь со мной, что закрепление пары выше отметки 1,10. Это вопрос ближайших торговых сессий. Не нужно сейчас опираться на фундаментальный фон европейского происхождения, потому что фундамент сейчас не та база, на которую нужно отстраивать именно ожидания по евро. Если вы будете копаться в отчетах, вы найдете кучу доказательств того, что евро должен снижаться. Но на евро сейчас влияет именно то, что происходит с долларом, то, что происходит на рынке облигаций европейских и американских, то, что происходит именно с кулуарно, в рамках руководства Европейского центрального банка, которое периодически транслирует идею того, что ставки будут оставаться высокими дольше, чем в США. И этого, судя по всему, достаточно, чтобы евро оставался на локальных максимумах. Британская валюта 1,2730 текущей котировки, член правления Банк Англии, Брэдман, который, собственно, ранее уже комментировал перспективу изменения ключевой процентной ставки, новой, как бы, вводной, что лично его голос будет за то, чтобы ставка оставалась неизменной до конца следующего года. И я думаю, что действительно при текущем уровне инфляции в Англии, он находится на отметке базовой инфляции 5,6%, это существенно выше целевого ориентира, британскому регулятору, разумеется, нельзя отказываться от жесткой валютарной политики. И мы знаем, что Банк Англии, в принципе, не планирует это делать, потому что по итогам заседания на прошлой неделе дал нам конкретную установку того, что даже обдумывает возможность повышения ставки, но никак не снижения. Австралии спротив доллара 0,6770 текущей котировки. Рост продолжается на протоколах Резервного банка Австралии, из которых следует, что регулятор ожидает снижения инфляции к цели не раньше 2025 года. А поэтому в течение всего этого времени будет удерживать ставку высокой. Отметим, что ставка на самом деле Резервного банка Австралии ниже, чем в других развитых странах. Она сейчас находится на уровне 4,35%. И, в принципе, Резервная банка Австралии может согласовать еще одно-два повышения без проблем. Инфляция остается очень высокой, 5-4%, поэтому я допускаю, что, как и ранее отмечал Мишель Булок, что в первом квартале следующего года такое решение может быть согласовано. И на этом фоне австралиец сейчас ролирует. S&P 500 – 4821 пункт. Перспектива смягчения экономической политики, именно снижения доходности трежерис и рыночный сантимент. Те аргументы, которые мы использовали для того, чтобы оправдать рост золота, справедливы сейчас и для индекса S&P. Я думаю, что это еще не предел. Можно уже ставить на движение этого актива выше 4850 пунктов. И, думаю, до конца этого года все-таки продавцы не смогут перехватить инициативу. И рынок нефти, друзья, сейчас внимательно следим за рыночным сантиментом. Соотношение 60-40. Если все-таки коснемся вот этих уровней 70-30, то тогда и сантимент уже будет за то, чтобы отказываться от коротких позиций по Brent и WTI. С точки зрения фундаментального фона, да, сейчас речь идет, по сути, о блокаде Красного моря и именскими хуситами, которые ранее уже дали понять, что будут атаковать все суда, которые идут в направлении Израиля под израильскими флагами. Многие компании, я думаю, практически все уже судоходные компании отказались от транспортировки грузов через Суэцкий канал. И два дня назад об этом сообщила также и BP, уже нефтяная компания. Соответственно, риски, уже реализовавшиеся перебоев поставок, сокращение потенциального предложения и так далее и тому подобное. Об этом я уже много раз говорил, как соотношение спроса и предложения влияет на нефтянку. Если сантимент подаст нам сегодня сигнал того, что лучше отказаться от этих коротких позиций, то тогда уже все будет в пользу дальнейшего роста. И к этой идее мы обязательно вернемся в ходе последующих торговых сессий. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошая торговая сессия. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok